И сейчас с правительством Калининградской области, с областной думой вырабатываем, полностью отрабатываем систему, чтобы сигнал еще мог передаваться, допустим, в ситуационный центр для того, чтобы взять его на контроль. Скорость реагирования тепловизора – одна секунда. Благодаря использованию тепловизора в нашем детском саду экономится время сотрудников на утренний прием в наш детский сад. А при этом внимание ребенка на данной процедуре не акцентируется. Если цифры покажут 37,5 и выше, тепловизор молниеносно подаст сигнал красным цветом и звуком. Затем последует стоп-кадр и запись экрана. При подтверждении инфекции принятые меры позволят снизить риски закрытия всей организации на карантин. Добрый вечер! В эфире Город Лайв. Студия Екатерина Гришинская. Это Андрей Судаков. И мы говорим о событиях сегодняшнего дня, 12 ноября. Да, целый час. Только самая актуальная информация, которая попалась нам на глаза. Ну а мы решили об этом рассказать вам. Итак, первый день теми. В Калининградской области с четверга, 12 ноября, ужесточили ограничения по коронавирусу. После введения новых мер на странице губернатора Антона Алиханова в Инстаграме под одним из постов появилось более тысячи сообщений, комментариев и вопросов, конечно же, больше, чем ответов. И вот тем временем масочный режим в нашем городе все-таки действует. И люди, как выяснилось, стали, вот прям редактор нам написал такую фразу, звереть. Ну, действительно, очень много вопросов к тем, кто не носит маски, потому что по закону это делать необходимо. И на человека без средств защиты в общественном транспорте уже, откровенно говоря, смотрят подозрительно. Без маски в автобусах скандалы доходят до рукоприкладства. Вот и сегодня пассажиры маршрутного такси выясняли отношения на повышенных тонах. Итак, имеют ли право калининградцы чинить самосуд? Этим вопросом сегодня занялась наша съемочная группа. Маска спасает не только человека от заражения, но и от распространения инфекции. А как мы все знаем, 14 дней период ковида может быть бессимптомный. Врач подтверждает то, о чем говорят в последнее время из каждого утюга. В общественном транспорте выяснять, кто правее, некогда. Поэтому на ковид диссидентов реагируют остро. В случае с женщиной произошел 11 ноября на городском маршруте. На просьбы, крики и уговор одеть маску женщина холодно отпарировала медицинским диагнозом. Я не могу дышать. У меня сейчас начнется приступ, реальная астма. Если вы работаете в больнице, вы тем более должны знать. Сразу оговоримся. Легочники, хроники, группа риска. Им необходима самоизоляция. Но мы все же обратились к специалисту, чтобы выяснить, действительно ли люди с легочными болезнями не могут находиться в масках. Все зависит от степени выраженности. То есть, если это легкая степень, он может и час находиться в маске, может там, допустим, полчаса, что хватит, зайти в магазин или доехать из точки А в автобусе где-то. В тяжелой степени человек может задыхаться уже выйдя из подъезда. В таком состоянии на автобусе не поездишь точно. В других странах масочный психоз еще яростнее. Например, в Узбекистане. Кулаки вместо диалога случались и в Калининграде. В июне подрались пассажиры автобуса. Позднее, на другом маршруте, пассажирку без маски выволокли из автобуса. Как поведут себя калининградцы, если увидят в общественном транспорте человека без маски? Я с ним скандалить не буду. Я его просто тихо, спокойно попрошу. И это я однократно делала. Нет, не будем. Ну, потому что все осознаем, что маски эти бесполезны на самом деле в борьбе с коронавирусом. Я не буду скандалить, но мне будет неприятно. Карантин, есть карантин, а вдруг он болеет в теле безопасности. Боюсь, что делать. Не будешь же каждому подходить и говорить свое мнение насчет этого. Каждый человек должен ответственно относиться к тому, что он делает. И думаю, каждый должен понимать всю серьезность ситуации. Юристы со своей стороны добавляют комментариев по поводу несоблюдения масочного режима. Перевозчик при неисполнении этих требований может предложить пассажиру выйти из автобуса. Конечно же, никакой силы он применять не может. Но если гражданин отказывается, вправе вызвать полицию. Соблюдение режима хоть и неприятно, но отнюдь не критично. Лучше в маске, чем вынужденная изоляция, как весной. Вот, наверное, неудивительно, что наш редактор написал слово «звереют». Вот мы видели в эту картинку, когда у женщины вылетела сумка ее выгонять. Но с другой стороны, вот я, наверное, присоединюсь к мнению юриста и врача. Если есть правила, зачем их нарушать? Если есть врачи, которые говорят, что так нельзя делать, зачем испытывать судьбу? Ну, я думаю, что многие из нас уже столкнулись с этой проблемой. И это, на самом деле, неприятно. Надеть маску несложно. Ну, в том-то и дело, что мы какой-то странный вообще народ. Мы требуем, чтобы в отношении нас исполнялись законы, но при этом сами обожаем его нарушать. Если по закону необходимо носить маску, значит, это нужно делать, невзирая на то, как вы на это реагируете. И что вы об этом думаете? Я вообще считаю, что необходимо, как в европейских странах, вводить драконовские меры. Это правильный штраф. 500 тысяч евро, и тогда пойдет дело по-другому, наверное. Чтобы не было сомнений. Те люди, которые не сталкивались, наверное, с этой проблемой, вот так вот нос к носу, да, с болезнью. Давай уточним. Проблема-то эта широкая. Вот те, кто не болел или у кого не болели родные, те, конечно, очень легко относятся. Самое интересное, что те же люди, обычно я наблюдаю, которые полностью опровергали наличие ковида, демонстративно не носили маски, как только они сталкиваются с ковидом, или сталкиваются их и родственники, эти люди громче всех начинают кричать и возмущаться некачественной медициной, проблемой с лекарствами. И в том числе, я даже однажды столкнулся с человеком, который сказал, почему меня не оштрафовали? Они должны оштрафовать, вот тогда бы я носил маску. То есть, виноваты все вокруг, кроме них. Ну, у меня есть вот такое предложение, вы видите, внизу у нас уже появилось голосование зрителей. Да, давайте выясним и у вас. Я предлагаю выяснить, да, у зрителей, как вы относитесь. У нас есть три вопроса. Как вы считаете, нужно ли носить маску? И три ответа есть. Да, обязательно, нет и принципиально так для вида. Ну, то есть, как бы... Ну, это вот это вот, подбородочек, так называемый. Да, подбородочек, да, есть такие вещи, мы многие видим, особенно в магазинах, в супермаркетах. У нас уже есть голосование. Пожалуйста, звоните по бесплатным телефонам, и мы к концу эфира, и во время эфира будем вам еще об этом напоминать, подведем обязательный итог, узнаем, что и как. Но у нас, на самом деле, есть информация сегодня по нашей области, да, вот ситуация, на самом деле, с ковидом растет, растет. Действительно, в Калининградской области за сутки выявили 143 новых случаев ковида. Общее число заболевших в регионе возросло до 8338 человек, выздоровело 5376 человек, это 74 за сутки. Если вы обратите внимание, это ровно в два раза меньше, чем заболело. По данным, на 11 ноября в Калининградской области 106 человек скончались, у них был подтвержден ковид. Ну, давайте теперь вернемся, наверное, к цифрам российским, да, вот за сутки коронавирусом заболело 21 608 человек, и цифра тоже достаточно большая растет, вот вы сейчас видите их на экране. Да, не падает, и причем, как говорят, ноябрь это тоже будет время, когда будет расти количество заболевших. Как вы знаете, в тех же самых Соединенных Штатах там что-то около сотни тысяч, да, заболевших, то есть там огромное количество, поэтому все те, кто говорят, что расти дальше не будет, вполне возможно, что мы столкнемся с этим еще. Ну, говорят вообще уже про третью и четвертую волну, думать не хочется, но тем не менее, когда-то нам казалось, что и ковид в марте месяце это какая-то шутка, игра и розыгрыш, поэтому я думаю, что с ковидом на сегодня пока немножечко закончим, да, у нас есть и другие темы, которые произошли в нашем городе. Ну, вот, например, историю, которую тоже нельзя не рассказать, часто в многоэтажках живут личности, которые, что называется, вне социума, мы прекрасно знаем, да, каждый без труда вспомнит собирательный образ кошачницы, соседа балкоголика, собирательный, да, 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 или, не знаю, там, одинокого какого-то человека, который один находится. И в лучшем случае таких людей воспринимают, в общем-то, как безобидную местную достопримечательность, но вот иногда они могут стать источником проблемы целого дома. Да, вот сегодня к нам в редакцию позвонили жильцы дома номер 18 на улице Чикистов. Дело в том, что в их доме умерла соседка, но обнаружили это спустя целых несколько дней. Тело, конечно, вывезли, но запах, естественно, на весь двор остался. Итак, что делать в такой ситуации, кому писать, куда обращаться, кому звонить, разбиралась наша съемочная группа. У нас хоронят в гробах, не дают, умер человек закрытый, да, что от коронавируса. Тут человек умер, все гниет и никого это не волнует. Вот это вот то, что у вас у тела. Гнев Натальи понятен. Примерно неделю назад у нее на люстре появились черви. Испугавшись, женщина позвонила старшему по дому. Выяснилось, за пару дней до этого наверху умерла женщина. Сначала соседи по дому почувствовали запах из окон, потом стало невозможно дышать на верхних этажах в подъезде. Я не знал, что этот запах трупный. Я его чувствовал, потому что я работал как-то на мусоровозе, и был запах именно рыбной муки. Этот запах приближенный к этому запаху. Вызвали полицию, женщину увезли. Но черви у Натальи появились позже, значит, надо попасть в квартиру, чтобы провести санобработку. В МЧС сказали, без полиции не вскрывать частная собственность. В Роспотребнадзоре приняли заявку без комментариев, что делать. Управляющая компания дома ООО «Тресткомфорт» заявление не приняла. Женщина больше не смогла терпеть запах и съехала из своей квартиры. Наш закон оберегает нашу частную собственность, но не оберегает, как получилось, жизнь и здоровье людей. То есть черви, запахи, это грозило опасностью дома, но как действовать не было понятно, и никто, никто не мог сказать вообще, что в этой ситуации. Часто люди вне социума доставляют неудобства окружающим. Соседи-алкоголики, любители кошек в большом количестве на малые квадратные метры и другие. Неприятные запахи, звуки или странное поведение – яркие тому примеры. Урезонить нарушителя часто законно почти невозможно. Если ситуация зашла совсем далеко и человек неадекватен, один из вариантов – признать гражданина недееспособным для назначения опекуна. Заявление о признании гражданина недееспособным подается в районный суд по месту жительства такого гражданина или по адресу медицинского учреждения, в которое он помещен для лечения. Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, может быть обжаловано. Если человека признали недееспособным, то он может получать помощь социальных служб. В зависимости от категории она бывает различной. В Калининградской области есть уникальная для страны практика – пожизненное содержание сождевения. Люди, которые на сегодняшний день остались одиноки, либо одни живут, либо супружеские пары, одиноко проживающие в возрасте 65 лет и старше, могут обратиться к нам в органы социальной защиты. Мы их берем на полное социальное обслуживание и обеспечиваем ежемесячную выплату от двух до двух с половиной прожиточных минимумов. Это более 20 тысяч рублей в месяц. Все это пока человек жив, а когда он мертв, а собственность частная и гражданин одинок, чья ответственность – непонятно. Именно так случилось на Чекистов-18. История на Чекистов-18, к счастью, кончилась хорошо. Вот мы видим пакеты с мусором, это как раз убирает ту квартиру, с которой все началось. Но вопросы по-прежнему остаются – куда бежать, куда обращаться, если это все происходит в твоем доме? А главное – непонятен точный алгоритм действий, что если, допустим, соседский одинокий человек умер, и к тебе в квартиру идет запах или иное что-то, жидкости какие-то, то что делать, куда обращаться и как сделать так, чтобы это ликвидировали как можно быстрее? История, конечно, страшная, удивительная. На самом деле это видео, которое прислали к нам жители города. Если у вас в районе, в доме, в окружении появляются вот такие же странные, удивительные истории, о которых нельзя молчать, пожалуйста, присылайте нам видео, мы обязательно покажем то, что не покажут другие. И вот эта вот история, на мой взгляд, ну как бы в нашей современной жизни – это нонсенс. Ну, это не нонсенс, к сожалению, это как раз стало очень частой ситуацией, и поэтому, ну что остается, призывать только одно, ну, будьте внимательны к пожилым людям, которые живут рядом, я тоже знаю, в моем доме живет несколько пожилых женщин, которые вот точно так же одиноки, обязательно здороваюсь, обязательно спрашиваю про здоровье, и если вдруг давно не видел, там могу стукнуться, спросить, все ли у них в порядке, ну, по-другому. Удивительный сосед, потому что я своих соседей, например, видела пару раз в жизни только, вот, ну, это прям… Изменилось время, да? Да, изменилось время. Давайте перейдем к криминальным новостям. Вот, кстати, опять же-таки о соседях. Да, они тоже вот место в жизни наше имеют. У нас такая история, в Калининграде 41-летний дачник поссорился с соседом и выстрелил ему в пах из травматического пистолета, тоже творятся чудеса невероятные. Этот конфликт жители СНТ в московском районе наблюдали уже давно, и в последний раз мужчины поссорились из-за забора. 45-летний мужчина накинулся на оппонента с кулаками, тот сперва сделал первый выстрел, ну, а второй уже ниже. Ну, и вот подозреваемого, который применил оружие, уже сдержали, само оружие изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Но, естественно, производится проверка, потому что нужно понимать, были ли превышены необходимые уровни самообороны. Ну, а о других криминальных новостях города далее в специальной рубрике «Место происшествия». Генеральный партнер рубрики «Место происшествия» – аварийный комиссар. В Москве в аэропорту Шереметьево задержан и доставлен в Калининград обвиняемый в вымогательстве, который в ноябре 2016 года вместе со своими знакомыми требовал от ловцов янтаря ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей с человека за возможность погружаться в море. Для запугивания дайверов злоумышленники применяли силу. Двое парней шли по улице прохожий, человек в возрасте сделал им замечание. Один из юношей полез на деда с кулаками. Пожилой человек упал, ударился и рассек затылок. Очевидцы поспешили помочь упавшему, а молодые люди отправились дальше по своим делам. Сложно понять, что же здесь реально произошло. То ли преемственность дурных привычек передалась по наследству от родителей детям, или просто упало ведро во время уборки. В любом случае, маме и малышу крупно повезло. Дама в 55 лет задумалась за рулем о своем, о девичьем и чуть не сбила парня на пешеходном переходе. Летела в отбойник, не пострадала, но расплакалась. Парень, которого она чуть не сбила, этот день будет считать своим вторым днем рождения. Молодой человек принес воды и успокоил женщину. И еще в продолжение тоже криминальной темы. В Калининградской области ищут 27-летнего Ивана Асеева из Озерского района, который пропал 5 дней назад. Вы видите фотографию на его экране, об этом сообщает поисковый спасательный отряд «Запад». 7 ноября мужчина вышел из дома в поселке Новогуревское. На связь последний раз он выходил в тот же день, находясь уже в Калининграде на улице Батальной. И вот с тех пор о нем ничего не известно. На вид Ивану 25 лет, его рост примерно 174 сантиметра. Он худощавого телосложения с короткими темными волосами и карими глазами. Был одет в черную балуневую куртку. И всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить в полицию. Ну а теперь давайте перейдем к курсам валют, посмотрим, какие цены сейчас у нас есть на евро, доллары и на все остальные. Курсы валют на 13 ноября. Доллар США – 77 рублей 1 копейка. Евро – 90 рублей 95 копеек. Польский злотый – 20 рублей 24 копейки. Растет все. Ну, кроме рубля. Давайте все-таки вернемся, наверное, к нашему опросу, потому что это действительно принципиально важно. Итак, как наши калининградцы относятся, как жители нашего города и области относятся к законному праву? Носить или не носить маски. У нас есть три варианта ответа. Обязательно, нет принципиально, так для вида. Вот обрати внимание, четверть, четверть ровно, нет принципиально. Вообще любопытно было бы как-нибудь пригласить таких людей. Человека, который сказал, нет принципиально не ношу. Нет, такие есть, действительно есть, и они это заявляют, причем говорят об этом открыто. Вот я бы хотел услышать их мнение и их аргументы. Вот надо обязательно сделать какой-нибудь эффект, когда мы пригласим в гости врача, который будет объяснять, почему надо носить маски, и тот же человека, который будет объяснять, почему он не носит. Ну, может быть, он бессмертен, или у него, например, я не знаю, есть какие-то суперспособности. Честно, честно, ему плевать на своих родных. Это правда. Я думаю, что плевать не только на родных, на всех, на жителей города. Это такое дело принципа, так называемое. Принцип в данном случае, на мой взгляд, вообще не принципиален. Будут тавтологии, но тем не менее. Тем не менее, спасибо, что вы отвечаете честно. Да, пожалуйста, звоните по телефону, по бесплатным телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Высказывайте свое мнение. К конце выпуска мы обязательно подведем итоги. У нас сейчас реклама, а потом будет несколько гостей. Вот с ними тоже про маски и поговорим. Да. Нравится рёх мотора и уже исполнилось 16. Автошкола ОМИ ждет тебя за парду. Звони 33 93 93. Панорамные сдвижные двери являются украшением современного коттеджа. В Калининграде качественные сдвижные двери из немецкого профиля КБЕ изготавливают в мастерской КБЕ Надзержинского 246. Сдвижные двери КБЕ. Качественно, красиво, надолго. Папа любит футбол. Мама сериала. Сестра реалити-шоу. А я мультики. Экрана хватит всем. Интерактивное телевидение от ООО «Экран» это возможность смотреть любимые программы на нескольких устройствах одновременно. Подключите гаджеты к интернету, скачайте приложение «Экран ТВ» в Google Play или App Store, авторизуйтесь с помощью логина и пароля и смотрите с удовольствием. Подробности по телефону 614444. Кухня по индивидуальному проекту. Алькор. И ваша мечта станет реальностью. С удобными шкафами и вместительными полками. Доверьте кухню Алькор. Телефон 509-511. Весь мир театр, мы в нем актеры. Мы вновь и вновь возвращаемся к одной и той же теме. Чем же заниматься в тот самый момент, когда хочется получить какую-то порцию чего-то прекрасного, чего-то необыкновенного и интересного. Именно поэтому мы в студии пригласили Артема Бруна, это соучредителя проекта «Свободный театр». И вот сегодня о театре пойдет речь. Но о необычном, да, Артем? Ну, о необычном, да. Он все-таки так и называется «Свободный театр», потому как подразумевает такую свободу в плане… Ну, есть такой стереотип, что театр – это место довольно несвободное в плане того, что актеры всегда должны подчиняться режиссеру, как правило. Вы меня пугаете, то есть в вашем театре все делают все, что хотят? Нет, это стереотип людей есть такой, что вот, да, ну, актеры подчиняются режиссеру, режиссер там получает какие-то заказы, допустим, что делать, что ставить. И, в принципе, работа над одним спектаклем зависит от очень многих людей. И здесь, да, здесь у нас такая довольно свободная команда. Мы… у нас нет никаких дедлайнов, мы выпускаем спектакли когда хотим, как хотим, с кем хотим. У нас нет труппы, то есть это приглашенные актеры, как правило, из Калининградского драмтеатра, либо из театральной студии «Стоп». Но это, получается, какая-то такая анархия. Ну, в каком-то смысле, да. Ну, а насколько удобно творить? Потому что все равно, кажется, режиссер, который несет свое видение какой-то пьесы, какой-то сценарий, выбирая как основной, получается, несет частичку себя в мир. А у вас это такое общее творчество. Ну да, у нас это просто как-то раз один раз сработало. Мы подумали, что можно попробовать еще раз и еще раз, и так мы вышли на такой уровень работы. У нас вот есть какое-то взаимопонимание, видимо, как-то мы к этому пришли. Может быть, в этом и есть секрет? Ну, все равно же должно быть какое-то различие между даже видением героев. Вот мы где-то, сидя на уроке литературы, всегда обсуждали этого героя. Кто-то говорил, он так поступил, потому что он был оскорблен, другой говорил, потому что он был обижен. И это порой не сложить вместе. А как вы все-таки находите сценарий и распределяете роли, да и потом как репетируете? Ну, процесс просто с этого и начинается. Я работаю еще драматургом. И я пишу, когда инсценировку, например, по какому-нибудь там произведению, которое уже известное, классическое, то мы встречаемся на читке с актерами, с режиссером, обсуждаем все эти моменты, детали, проговариваем это, чтобы прийти все-таки, опять же, к этому взаимопониманию. А, ну то есть вы проговариваете, вы приходите? Да, конечно, на берегах все обсуждается. Артем, слушайте, очень интересно. Но, опять же, вы сказали, что вы перерабатываете какие-то известные произведения. То есть получается, у вас какое-то свое видение. То есть это не классический театр, как там «Чайка», «Вишневый сад». Не классический. А какое-то свое видение, да? Да, так и есть. То есть, тоже, опять же, вот если вернуться к стереотипам, ну, вот если сказать про, например, ближайший спектакль «Наш преступление. Хэштег наказание», который вот будет у нас 19 ноября на сцене Калининградского драмтеатра, то мы очень сначала боялись делать этот спектакль, потому что, ну, есть у людей такое представление, что если это Достоевский, то это что-то такое скучно, три акта, что как это вы сидите? Тем более все уже знают эту историю, знают, кто кого убил, чем все закончилось в истории Раскольникова. Поэтому это было сложно. Это был для нас такой вызов, но мы справились. Я думаю, что такого нигде нет. То, что мы придумали, не буду заранее говорить, что это, чтобы зрителям было интересно смотреть, но да, мы нашли одну интересную лазейку. Мы никак не меняли текст. Мы не ставили какой-то эксперимент, то есть не переносили это в современные дни, как делают многие режиссеры. Не будет там прыгающих мужчин в югах? Нет, нет, никакого арт-хауса, как сейчас вот модно. Нет, такого у нас не будет. Будет все. Текст мы не трогали. Тогда вопрос, на кого вы ориентируетесь? Потому что получается преступление хэштег наказания, это что-то такое молодежное. То есть вы хотите молодежь привлечь, или вы готовы в том числе таких театралов, людей со стажем пригласить к себе? Ну вот боюсь гладить, но да, с этим спектаклем. Это не премьера. У нас это будет уже, по-моему, пятый спектакль по счету преступления, хэштег наказания. И, по-моему, у нас получилось собрать и тех, и тех. Как-то вот мы на это вышли. То есть интересно всем возрастам. И мы должны были вот до начала пандемии показать этот спектакль, но вот она началась именно в этот день. И это было наказание. Да, это было наказание наше. Вот, зрители просили, мы сделали этот показ, который вот предстоит. Артем, я больше не буду вас мучить. Мне бы очень хотелось, чтобы оставшееся наше с вами время в прямом эфире вы потратили на то, чтобы пригласили вы к себе на этот спектакль всех тех, кто сейчас смотрит наш канал. Пожалуйста, камера ваша. Я Артем Бруна, соучредитель свободного театра, автор инсценировки. Приглашаю вас на спектакль «Преступление. Хэштег. Наказание». Режиссер спектакля Вячеслав Витих. Спектакль пройдет на сцене Калининградского областного драматического театра 19 ноября в 19.00. Мы очень вас ждем. Мы обещаем, что это будет отличный вечер. Огромное спасибо. Я надеюсь, в этот раз у вас тем более будет аншлаг. Тем более мы не можем сказать, что же будет дальше. Вполне возможно, до Нового года уже никто не увидит никаких спектаклей. Поэтому воспользуйтесь в последней ситуации. Нашаш, еще раз огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Слушайте, на самом деле это хорошая новость. А вот теперь мы возвращаемся к другим актуальным новостям нашего города. И далее короткой строкой, очень быстро, о том же, что у нас произошло. Парковка вместо Дома Советов и не только. Многострадальную визитную карточку города разберут в несколько этапов к весне 2021-го. Это будет территория, которая разведет людские потоки, автомобильный транспорт и место для отдыха. У Дома Советов высадили аллею из 21-го Платана, которые должны будут стать частью зеленой зоны. Там же планируется организовать и прогулочную зону с амфитеатром. Лом, оставшийся после демонтажа, используют на сувениры и как строим материалы при дорожных работах. В Пельменинграде автобусные маршруты номер 11 и 26 продлили от улицы Молодой Гвардии до СНТ Дружба. Такие изменения логичны и связаны с открытием движения по восточной эстакаде и ликвидацией бывшего транспортного кольца. Теперь рейсы следуют дальше и конечная остановка размещена на круговой развязке между Московским проспектом и улицей Гагарина. Напомним, это не единственные перемены по просьбе жителей Исакова. Междугородний 104-й автобус до Гурьевска идет не по Гагарина, а через Московский проспект. И в продолжение дорожной темы после реконструкции улиц Сомера-Рокоссовского может появиться Калининградский Арбат. Пешеходная улица с магазинами и творческими людьми повсюду. Художники, музыканты, фотографы и другая творческая элита сможет удивлять перформансами и выступлениями. Если не будет никаких задержек, обновят центр города уже к 1 августа. Парламент Литвы установил штрафы за курение на балконе многоквартирных домов. Сумма взыскания составит от 30 до 60 евро, что равняется 2700 рублей и 5400. За повторное нарушение штраф увеличивается в два раза. Мы научим вашего ребенка профессии будущего. Первый городской приглашает на 5-месячный курс по блогингу. Ваши детей ждут занятия по видеосъемке, монтажу, контенту для соцсетей, развитию речи, актерскому мастерству и даже вокалу. Занятия проходят в студии телеканала в самом центре города с соблюдением всех санитарных норм. Количество учеников в группах ограничено, а также проводится постоянная дезинфекция. Все подробности можно узнать по телефону 92-10-32. Помимо знаний и сертификата об окончании обучения, ваш ребенок станет ведущим настоящего детского прогноза погоды на Первом городском, который выйдет в эфир нашего телеканала, а вашего ребенка увидит весь город. Звоните и записывайтесь в школу телеблогера по номеру 92-10-32. Мы продолжаем Город Лайф, и в студии у нас Александра Сыромаха, куратор школы кино и ТВ. Саша, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня будем говорить о нашем новом курсе. Этот курс создан вместе с Первым городским телеканалом. Мы будем говорить о том, каким образом создавалась эта школа и что интересного будет. Рассказывай. Ну, значит, у нас будет очень интересно. Я, можно, расскажу сразу про первый полный урок? Конечно, конечно, да. У нас будет очень интересный, наглядный первый пробный урок прямо на настоящей съемочной площадке. Это самое важное, что может быть в кино. Это настоящая съемочная площадка, и как это организовывается, и как это проходит. То есть ребята придут на первый пробный урок прямо туда, где, в общем-то, все телевизионные, не телевизионные, а киношные чудеса случаются. Это будет реальная съемка? Это будет какой-то прям вот фильм? Или что это будет? Да, это будет реальный фильм. Это сериал, который уже идет в процессе. Проект в движении, скажем так. И мы просто немножечко в него вольемся, потому что мир кино – это немножко иной мир. Что можно будет ребятам вот на съемочной площадке? На съемочной площадке ребята увидят весь процесс, как готовится кадр, дубль первый, второй, например. Как происходит смена декораций? Ну, если мы успеем, естественно, это застать, потому что это процесс длительный, на самом деле, и все зависит от того момента, который идет в данный момент съемки. Также мы можем посетить все вагины, это как костюмерное, гримерное. Ох, можно прямо заглянуть, посмотреть, как красится. Мы можем заглянуть в этот мир, потому что мир кино, он достаточно интересен. Это иллюзорность некая, это спецэффекты, и как это происходит, как это создается. Потому что все, что мы видим на экране, за поток стороной экрана, это огромный, колоссальный труд. Детям это будет очень интересно. Ну, я думаю, что многие из ребят, кто придет на первый пробный урок, будут понимать уже, чем они будут заниматься в школе. Наверное, у меня вот такой вопрос. Чем эта школа будет отличаться от множества других вот таких вот учебных заведений, которые учат ребят телевидению или кино? В чем там будет фишка основная? Мы попытались совместить и телевидение, и кино, потому что это две составляющие, одна из другого вытекает. Также ребята научатся работать с камерой, погрузятся в актерское мастерство, немножечко попробуют, что такое грим, настоящий грим, именно киношный, потому что он отличается от обычного. От театрального, от телевизионного в том числе. От телевизионного, да. Потому что спецэффекты на лице, накладка различных гелей, различных силиконов, это тоже процесс трудоемкий. Также они попробуют себя в роли написания сценария, снять свой какой-то веб-сериал. Также попробуют себя на зеленке, например, да, Или в проекции, да, так, чтобы это можно было подложить любой другой фон. Весь мир, который можно уместить вот в данном курсе, мы очень попробуем дать, чтобы им было интересно и развиваться дальше. Потому что многие открываются в этом процессе, то есть они видят, как это все закручивается. И, возможно, выберут профессию будущую, именно связанную с кино или телевидением. Я думаю, что особенно для ребят, которые чуть постарше, которые уже могут определиться как-то и искать себя в каком-то направлении. Школа кино и ТВ, вот я сама являюсь тоже куратором телевизионной школы, я понимаю, что наши ребята, когда учатся, они прям познают, узнают, им хочется все больше и больше, проникнуть в этот мир. И я думаю, что в этой школе тоже результатом работы будет уже какая-то реально творческая часть, да, это какой-то сериал или там мистерия чего-то, да, то есть ребята могут что-то вынести. Расскажи, пожалуйста, сколько, насколько рассчитан курс, сколько будет занятий и когда они начинаются? Старт проекта 1 декабря, соответственно, у нас будет 8 занятий в месяц, то есть на данный момент мы планируем уместить в 2 месяца, но если у нас это будет очень активно получаться, я думаю, что мы курс сделаем на полгода, потому что полгода все-таки это интереснее, доступность информации более глубоко, более конкретно и детально. Ну, я думаю, что многие из ребят, когда начнут учиться, поймут, войдут во вкус, скажем так, и, наверное, будут какие-то интересные запросы. Про пробный урок расскажи, куда приходить, куда обращаться. Пробный урок, я так понимаю, что будет уже в это воскресенье, 15 ноября. Куда мамочкам бежать? Куда звонить? В это воскресенье, соответственно, мы можем принять заявку как на Первого городской. В Инстаграме Первого городского, один городской КЛД, нижнее подчеркивание, обязательно можно туда написать. Можно туда написать, да. А также можно мне лично в директ написать, Алексея Анна, Инстаграм мой. Ну, также там вся информация есть у нас, это секрет. Недолго будем ждать, потому что уроки у нас уже начинаются с 1 декабря, а пробные уроки будут проходить вот такой уникальный пробный урок, на мой взгляд, попасть с корабля на бал, скажем так, да, с первого пробного урока уже сразу на съемочную площадку, это очень круто. Поэтому, уважаемые родители, пишите нам в директ, можете звонить по телефону 92 10 32, там тоже примем обязательно звонок, соединим вас с Александрой, и обязательно она расскажет, как найти нас везде, во всех социальных сетях, как записаться на пробный урок, а дальше уже записаться на учебу. Саша, у нас есть такая вот сегодняшняя тема, тоже не могла пройти стороной, задам тебе еще один последний вопрос. Тема нашей сегодняшнего, как бы вот эфира всего, да, носите ли вы маски и зачем это нужно? И вот у нас сейчас идет голосование, и вот большинство из людей, конечно же, пишут, да, обязательно буду носить. Есть такие люди, которые принципиально говорят нет, и вот третий вариант у нас, как бы ношу для вида, чтобы от меня отвязались, грубо говоря. Твое мнение по этому поводу, все гостей спрашивают. Обязательно ношу эту маску, на самом деле она у меня в кармане, в машине, в сумке, в спортивной сумке, 10 разных, да, то есть если где-то ты забыл маску, то она у тебя где-то обязательно есть, да, я ношу маску. Ну, тогда все хорошо, с тобой все хорошо, можно вести прямые эфиры. Соответственно, если завтра мы будем встречаться, мы будем соблюдать это требование, но без этого никак, то есть мы будем все в масках, хоть у нас будет и в экстерьере встреча, но тем не менее на улице, да, у нас будет первая встреча на улице, мы будем смотреть, как происходит съемка на улице и соответственно, все равно у нас будет, скажем так, группа небольшая, допустимая по требованию, по самому, но я предпочитаю лучше обезопасить себя, все будут в масках и обязательно потеплеить. А самое интересное, еще вот один момент, мы сможем пообщаться с администратором площадки и позадавать вопросы, то есть это даже взрослым будет интересно. И, кстати, есть такой момент, что если будет это интересно взрослым, мы также сделаем для взрослых такие замечательные экскурсии и я думаю, что... Будет все круто. Да. Здорово. Значит, ждем ваших сообщений, Александр вам все расскажет, у нас сейчас реклама, прервемся ненадолго, потом у нас будет еще несколько гостей. Первый рулон обоев фабрика Prima Italiana выпустила в ноябре 2013-го. Сегодня компания отправляет свою продукцию в Россию, СНГ, Италию, Китай, Турцию и Иран. Уникальные дизайны, сложные структуры и богатые колористики для Калининградского завода разрабатывают в Италии. Компания является резидентом особой экономической зоны и занимает площадь в 4 гектара. Мы работаем с дистрибьютором, который собирает пожелания рынка и эти пожелания доносит до нас, до нашего дизайнера, после чего идет очень кропотливая работа над созданием коллекции. Высокие производственные технологии позволяют печатать виниловые обои на флизелиновой основе методом глубокой печати и горячего тиснения в регистр. Материалы и сырье компания получает из Голландии, Англии и Италии. Вместе с самыми современными технологиями на фабрике применяют и ручную работу. Орнамент на таком вале чеканится итальянскими мастерами вручную. На эскиз и проработку мельчайших деталей уходит несколько месяцев. Не секрет, что итальянцы являются законодателями моды и всегда исторически так и было. Поэтому мы работаем в стиле классическом. С именитыми модельерами сотрудничает наша материнская компания, которая находится в Италии и в России. Это прямой контракт с Валентином Гедашкиным. Компания заботится не только о качестве выпускаемой продукции, но и об окружающей среде. На предприятии установлена камера дожига, которая очищает выхлопы до состояния чистого воздуха. Купить обои фабрики «Прима Итальяна» можно, позвонив по телефону 311-501. Сломалась стиральная машина? Не морозит холодильник? Перестал показывать телевизор? Техдоктор спешит на помощь. Приемлемые цены, честная диагностика, ремонт в мастерской и на дому. Адреса мастерских в Калининграде, улица Колхозная, 26, улица Сергеева, 59А. Все подробности по телефону 5252-89. Птичий двор предлагает экологически чистое домашнее мясо кур, бройлеров, уток и гусей, выращенных в деревне Полесского района. Птицы выращиваются на натуральных злаковых кормах без ГМО. Ждем вас на городской ярмарке по выходным дням на Портовой 20 и ежедневно в фермерский двор в торговом центре «Акорус». Приглашаем к сотрудничеству рестораны, кафе и закусочные. Птичий двор. Звоните 33-52-70. Мы продолжаем наш вечерний эфир. И, как я обещала, у нас будет много гостей. Сегодня у нас в гостях Ольга Атфиногенова, певица Digital Model. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте, как красиво сказали мое... Красиво, да? Прозвучало. Все, здорово. Я репетировала. Супер, спасибо. Оль, расскажите немножечко о своем проекте. Что вообще это значит? Я в первый раз столкнулась вот с такой вот аббревиатурой Digital Model. Ну, поскольку этот проект был очень давно начат, я мечтала стать певицей, и я стала, когда я начала. Мне приснилось это имя. Просто я что-то записываю в блокноте, и как-то так я искала имя. Открыла и смотрю, там таким моим сонным почерком написано Digital Model. И я поняла, что это я во сне, я не помню. Но я его написала. То есть это как-то пришло. Что это обозначает? Мир цифровой. Цифровая модель. Модель чего угодно. Модель мечты, красивой жизни, может быть, модель поведенческая, либо просто модель, фотомодель, любая модель, цифровая модель, чего угодно. Хорошо. Что же включает тогда, чем отличается, наверное, ваше творчество? Включено ли вот как раз-таки это название туда? Чем вы отличаетесь от других певиц, музыкантов? Не знаю, что. Что-то есть, наверное, да? Ну, я это я, наверное, отличаюсь своей собственной... Ну, то есть от... Уитни Хьюстона это Уитни Хьюстон. То есть у меня... Я Digital Model это Digital Model. Темой отличаюсь, наверное, тут... Какой репертуар? Что вы исполняете? Ой, разная музыка. Ну, я вообще музыку сама пишу, то есть песни сама пишу. Давно уже этим занимаюсь. Свою музыку исполняю. Наверное, разные жанры вообще, в принципе. Мне больше нравится что-то такое мюзикловое, джазовое. Но это не тот, не классический джаз, а это какая-то смесь такая. Больше с поп-музыкой, наверное, какой-то такой скрещенный джаз. И это электронная музыка различная. Наверное, знаете, у меня следующий вопрос будет как раз вот по этой теме. Я знаю, что вас очень любят в Азии. Наверное, в этом и есть фишка ваша, в том, что вы немножечко делаете современную музыку, ну, вернее, классическую музыку, переводите ее в такой формат. Чем отличается культура восприятия музыки здесь у нас, в России, и вот в азиатских странах? В азиатских странах, ну, нужно, в азиатских странах нужно уметь петь на их языке, они это очень любят. Вы прям можете спеть что-нибудь. Чуть-чуть на китайском, но это все не надо сейчас. Не надо? А я хотела попросить то же самое интересное. Ну, хорошо, давайте какую-нибудь коротенькую фразу на китайском, что-нибудь, что вы знаете. Я прям вас не выпущу. Нет, я спою на китайском. Почему? Давайте. Это их очень знаменитая песня, наверное, уровня нашей «Катюши» или уровня нашей, там, допустим, «Шумел камыш, деревья гнули», что-то такое. Народное такое, да? Да, она называется «Я тебя люблю от луны до самой земли и обратно». Ох, давайте, исполняйте. Как мелодично, слушай, как мелодично и красиво на самом деле. Очень мелодично. Да, и ваш голос очень подходит, ваш тембр очень подходит, мне кажется, для китайского исполнения. Но все-таки зрители, зрители азиатские и наши, они как-то по-другому воспринимают музыку? Ну, конечно, мы для них, во-первых, в Китае светлые волосы и голубые глаза, это вообще что-то, нечто из ряда вон, и они уже смотрят на такого исполнителя просто вот с такими глазами. Раскрывают их как разушире. Но вообще они там все, в принципе, музыкальные, очень любят музыку, и вообще сами китайцы, они очень приветствуют, даже если ты криво поешь на китайском языке, они прям радуются. Любят, да? Да, они прям... Ну, слушайте, вы такой музыкант-полиглот, в Японии вышел ваш альбом тоже, да? Ой, это было давно. Расскажите, это тоже очень интересно, поскольку, ну, на самом деле, китайский, японский, казалось бы, вроде что-то рядом, но на самом деле совершенно разный культур. Альбом, это коллаборация была с группой Твангеста, есть такая группа, ребята сейчас в Канаде, привет. Вот, ну, они пригласили меня как приглашенную вокалистку, я там пела за все хоры, там четырехголосье такое, и мне пришлось... Все, пропевали каждые голоса, их записывали, накладывали. Мне пришлось, я пришла в студию, они мне сказали, ну, вот музыка, и вот давай сейчас придумывать партии. Мы сидели трое суток, я там немного с ума сошла, но мы придумали эти партии, я спела эти хоры, вот. И, собственно говоря, альбом вышел, да, в Японии, я не помню в каком году. Но имел большую популярность, сколько я знаю. Он имел, да, и он еще вышел к игре Brutal Legend, где наша, наша Fire, так, забыла какая... Я не помню, я сейчас забыла какая песня, но одна из песен с этого альбома стоит там 100 исполнителей, которые участвовали в этом саундтреке к этой игре, и наша песня там Black Sabbath, там Osborne, там Motorhead, там просто все рокеры вообще мира, и наша песня там. Надо послушать обязательно, посмотреть в этой игре. Да, 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 да. То есть там вот прям вообще, и она есть в Википедии, и я там под псевдонимом Ola с двумя А. То есть это мой первый псевдоним. То есть кто хочет, можете зайти посмотреть, послушать, и там, наверное, будет достаточно интересная музыка. Ну, там такой, как бы, black metal симфа. Ну, это для компьютерных людей как раз подходит. Да, да, да. Оль, расскажите, вот все-таки, куда без пандемии, куда без не одеваться? Мы с ней сейчас живем. Как, во-первых, пережили ту волну, и как собираетесь пережить новую волну? Да, спокойно. Музыканты как-то всегда такие, ах, что делать, и как жить, и как работать? Ну, во-первых, я музыкант. Я всегда музыкантом, чем проще, ничего не меняется. Ты как сидел дома один репетировал, так и сидишь дома один репетируешь. А концерты? Нет, ну, концерты, как бы, знаете, в принципе, я в Китае как-то наелась этими концертами. Я когда вернулась, я вернулась задолго до пандемии, как почувствовала, думаю, я хочу домой. Мне надоело, я устала, я очень устала, 7 лет в Китае, конечно, с выездами, но тем не менее 7 лет. Я приехала домой, и я просто первый год отдыхала. Потом еще я стала что-то там, конечно, были концерты какие-то, и потом вот это вот все случилось. Знаете, я углубилась в обучение, которым я давно хотела заняться, написание нового материала. Нашлись ребята, которые меня стали поддерживать, и которые живут не в Калининграде. То есть вы к пандемии были готовы, да? А, не готовы или готовы наоборот? А как это можно быть готовым? Нет, ну, то есть вы нашли чем заниматься, правильно? Я просто сама по себе такой человек, я как бы, ну, я понимаю, что нам дается в этой жизни, да, то оно, наверное, нужно. И я очень философски к этому отношусь. Хорошо, что вы это понимаете. Очень многие зрители нашего канала и, может быть, даже жители города порой к этому относятся очень так спокойно. Вот мы, например, сегодня проводим опрос. Тема нашего сегодняшнего опроса – нужно ли носить маску, да? Люди философски к этому относятся, но, как бы, многие говорят, а, зачем мне это нужно? Вот у нас есть три варианта ответа. Зрители у нас сейчас голосуют. На первом месте у нас сейчас обязательно люди хотят носить это хорошо, слава богу. Есть люди, которые принципиально не носят, ну, и носят для вида. Вы какому числу относитесь? Я не люблю маску, и мне ее немножко по здоровью противопоказано носить. Ну, я не буду сейчас, то есть мне просто, вот мне... А так спасаетесь тогда, если нужно? Я, ну, если вдруг я больна, например, или я вижу больных людей, я так отхожу, и я считаю, что если человек, ну, реально нездоров, то, конечно, ему нужна маска. Вот, я не... Если я езжу в общественном транспорте, то я одеваю маску. Ну, все нормально, значит, у вас все хорошо, вы соблюдаете основные нормы. Да, я из этого не делаю проблемы или трагедии. Отлично. Но на улице, вот, если я иду, то нет, я не одеваю, потому что это свежий воздух. Это пока еще, к счастью, не требуется. Ну что, у нас сегодня в гостях была Ольга Анфиногенова. Спасибо большое, что вы приходили. Спасибо, что пообщались, рассказали нам свое мнение по этому поводу. А мы приступаем к следующим темам. Спасибо. У нас вот есть такая тема, что в Кафедральном соборе имени Канта, признанной жемчужиной Калининграда, как мы с вами знаем, после войны его собрали по крупицам, как даль нашей общей истории, своей красотой он обязан, естественно, мастерам, которые отнеслись к восстановлению с любовью. И вот один из таких людей в нашем следующем сюжете, давайте посмотрим, золотые руки мастера, давайте узнаем, как все это происходило. Ну это все-таки пласт мировой культуры. И хотелось бы воссоздать эти образы тех людей, которые здесь присутствовали и похоронены, чтобы дальше продолжать рассказывать, и чтобы память о них жила. У Владимира по-настоящему золотые руки. Формально он гид и художник, но на самом деле мастер на все руки. Например, в рамках реставрации эпитафии герцога Альбрихта мужчина изготовил исторический шлем. Все согласно параметрам и лекалам прошлого для достоверности. Не так давно он же стал автором портрета графини Кайзерлинг. Благодаря этой графине до наших времен дошел единственный прижизненный портрет Эммануила Канта. Он преподавал ее детям, мог пользоваться ее библиотекой. И в одной из своих работ он даже вспоминал о графине, как умнейшая женщина своего времени. Многие предметы антуража собора были воссозданы именно Владимиром Челикиным. Декоратор, реставратор и художник в одном лице даже приложил руку к созданию колоколов собора в 95-м году. Рисовал портреты магистра Тевтонского ордена. Мастерская художника в Северной башне полна удивительных вещей. В руках у меня нос тельца. Это единственное, что осталось от очень известной эпитафии Елизаветы Кюстринской. Ну, собственно, вот ему примерно в районе 400 лет. А сейчас вот этот, казалось бы, невзрачный булыжник у меня в руках. Как вы можете понять, эта находка дорогого стоит. А такие люди, как Владимир, работают с ней ежедневно. Я считаю, это очень большая честь держать в руках такие вещи. В соборе и близ него раскидано порядка ста захоронений. Владимир, когда только пришел на работу, ухаживал за могилой Канта. Часто его спрашивают, не мерещится ли по ночам в башнях собора чертовщина. Художник тонко подмечает, публика похоронена интеллигентная, чего бояться. Кафедральный собор на острове Кнайпхоф тоже ждет свою интеллигентную публику. Добро пожаловать. Давайте все-таки посмотрим и подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Все наши гости и все зрители, которые смотрели нас сегодня, имели возможность проголосовать и высказать свое мнение. Сегодня мы говорили о том, стоит ли носить маску. У нас есть сейчас уже, наверное, готовое голосование. Мы сейчас видим уже на экранах на своих здесь. Ну вот, практически 70% считают, что обязательно носить маску надо. Это лично мне, человеку, который 3,5 недели провел в инфекционке, отрадно. Я рад, что вы такие не только законопослушные, но и ответственные. Вижу, конечно же, 8%, а это меньше 10%, те, которые считают, что не будут принципиально носить маску. И вот есть те, которые для вида, ну, типа, по закону надо, вот она. Надену вот сюда. Да, и 23%. Ну, решайте сами. На самом деле, я повторюсь, это безопасность ваша и ваших родных и близких. Насколько вы готовы рисковать их жизнями. Это ваше дело. Ну, это хорошая новость, на самом деле, что огромное количество людей все-таки маски носят. В общем-то, как и все остальные новости, которые у нас остались. Есть хорошая новость для школьников. Учебный год, следующий учебный год хотят перенести на 1 октября. Начало, да, начало нового года. Да, все, наверное, похлопали, порадовались, но это пока. Да, пока мы планируем, что на один месяц будем отдыхать больше. Каким уж будет это лето, никому неизвестно. Я думаю, что нет таких людей, кто может сейчас спрогнозировать. Но вот это вот наши хорошие новости. Еще наверняка есть. Есть хорошие новости, которые мы узнаем у наших телезрителей. Ну, точнее, тех, кто в данный момент смотрит не телевизор, а прогуливается по улочкам нашего города. Итак, наши хорошие новости продолжает эфир. Самая главная новость, то, что живы мы и живы наши близкие и родные. Это самая главная новость, наверное, в сегодняшней ситуации. Я джинсы себе купила, наконец-то, те, которые давно искала. Самая, наверное, лучшая новость за этот день. У меня сегодня был удачный разговор с сыном о хорошем деле, которое благополучно завершилось. Пообщалась с друзьями, а так, в принципе, я веду спокойный образ жизни. Поэтому у меня хорошие новости – это общение с близкими хорошее. Обедала с ребенком, с любимым встретились. К сожалению, живем не вместе, но встречаемся. Ну, так, закончился рабочий день. И я иду домой. В принципе, на данный момент это меня больше все радует. Ну, еще одна хорошая новость. В выходные в Калининграде воздух прогреется до плюс 11. И в воскресенье будут коротковременные дожди. В целом, безветренно сообщают нам синоптики. Ну, а какая погода ожидает нас завтра? Давайте посмотрим в нашем сюжете. Прогноз погоды на 13 ноября. В Калининграде днем плюс 8, облачно. Ночью плюс 5, облачно. В Санкт-Петербурге днем 4 градуса тепла, облачно. Ночью плюс 1, ясно. В Москве днем плюс 2, ясно. Ночью минус 1, ясно. Кстати, не взирая на то, что сейчас теплая погода, я так понимаю, зима все равно придет и, как всегда, неожиданно. Рекомендую переобуть свои автомобили, потому что далее будет похолодание. Гололед будет, да? Да. Ну что ж, на этом сегодня все новости, которые произошли 12 ноября. В студии для вас работала Екатерина Горюшинская, Андрей Судаков. Огромное спасибо, как всегда. Завтра мы встречаемся с вами на том же месте в то же самое время. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»